Да, контента по симулятору автомобиля 2 очень много, как на ютубе, так и на других площадках. Но сегодня я решил посмотреть те видеоролики, на которых просто нету вообще просмотров. Посмотрим самые недооцененные видосы и что в них могли показать. Возможно там есть что-то интересненькое, поэтому присаживайтесь поудобненькому, берите чай, кофе, чипенюшки. И сегодня мы будем смотреть то, что никто никогда не смотрел. С вами Личи и перед тем, как мы начнем, я конечно же хотел показать комментарии ребят из прошлого видеоролика. Если ты тоже захочешь попасть в следующий крутой видос, как эти крутые ребята, нужно всего лишь подписаться на канал, поставить лайк этому ролику и написать просто любой комментарий. И тогда ты обязательно попадешь в мое новое следующее видео. Ну а мы погнали. Но перед этим небольшая рекламка. Дай угадаю, ты хочешь поиграть во что-то новое, про реальную жизнь, с открытым миром, с крутыми тачками, ну и конечно же в онлайне, но не знаешь во что? Тогда залетай в One State. Это новая и бесплатная игра с открытым миром, в которой только реальные игроки. В этой игре большое количество крутых и классных машин на любой карман. Скачав игру, тебя встретит легкое и простое обучение, после которого ты быстро поймешь, как играть и освоишься в этом огромном городе. Обязательно скачай One State по ссылке в описании и вводи мой промокод личи на 10 тысяч игровой валюты. Заходи, я и мои подписчики ждем тебя. Ну что, только открыл YouTube и тут вот есть ролик с ноль просмотров. Какой будет город в Car Simulator 2? Может еще доделают? Сразу у нас тут ответ на ролик. Ну я так понимаю, что там и так все понятно с этим видосом, что там даже и ничего смотреть, я так понимаю, не нужно. Короче, тут в этом видосе показывается геймплей из, собственно говоря, видоса, где разработчик показывает новый город. И все, и там просто играет музыка. Окей, в принципе этот ролик понятен. В нем ничего прям нету, ни мнения блогера. Просто какой-то перезалив и все. Следующий ролик, который мы открыли, на нем тоже абсолютно нету никаких просмотров. А, точнее, уже даже есть немножечко. Тут целых два просмотра и все. То есть в этом видосе чувак просто показывает геймплей, как он катается на рейндж-ровере. И ничего вообще не происходит. Просто рейндж-ровер и вот такие вот футажи в конце ролика. Ну красиво, красиво. Вот здесь уже происходит что-то интересное. Чувак на Порше, собственно говоря, приехал на оффроуд и показывает то, как можно покататься по оффроуду. На Порше доказать обратное, что даже спортивные тачки могут справиться с плохими дорогами. И показать то, что они не только спортивные, но и практичные. И на примере Порше он это, собственно говоря, и делает. Тут, я так понимаю, на протяжении ролика будет просто геймплей того, как он круто катается по оффроуду. И на самом деле, пока я включал ролик, тут уже набралось четыре просмотра и один лайк. Возможно, он сам, собственно говоря, поставил лайк. Возможно, нет. Давайте тоже поставим лайк. Пусть будет, поможем начинающему каналу, тем более красивое видео, приятная музыка на фоне есть. Интересная идея, довольно-таки забавная. И если бы он это сделал с голосом, смотрелось бы вообще очень круто. То есть прикольно. Тут показывается много чего различного. Просто по катушке, по оффроуду. Блин, лайтово, классненько. Посмотреть, ну, посмотреть можно. Почему бы и нет. Следующий ролик с нуля просмотрами называется, как починить загрузку, проблему с загрузкой. В Car Simulator 2 проблемы с загрузками на каком-то телефоне. Вот тут человек будет показывать профессиональное видео, в котором он показывает, куда заходить, чтобы починить Simulator 2. Блин, на самом деле, вот в наших реалиях это действительно очень классная штука. Потому что у многих возникают проблемы с Car Simulator 2. И походу этот ролик еще наберет просмотры. Потому что тут он помогает починить вечную загрузку игры. Блин, это круто. Это круто. Вот и нашел еще ролик с нуля просмотрами, который был загружен на YouTube. Один час назад, нуль просмотров. И тут уже что-то интересное. То есть тут написано, ну, реальная жизнь в Simulator 2, шестая серия, целая гонка, Zend Play with Dima. То есть тут данный блогер соревнуется со своим другом. И давайте посмотрим, что с этого произойдет. Угу. Ага, ключ на ключ. Окей. Окей. И готов за ней просто всех, просто все и вся. А он мне так раз таки предложил эту гонку. Ага. И сказал, что... Окей, друг предложил, но друга тут, собственно говоря, голоса мы не услышим, я так понимаю. Потому что, ну, он не хочет, видимо. Вот. То есть он показывает, как они с другом стоят на гонке. Решил выйти сфоткать свой грузовик. Че? Там какие-то сообщения ему приходят на телефон. Окей, ладно. Тут гонка, и он просто с другом играет. Так, ну-ка, кто выигрывает? Гонка вторая. Поехали. Вот они соревнуются с другом. Ну-ка. Это... Да нет, у него бэх это побыстрее намного, чем у друга. Тут даже... У друга просто она не прокачанная. Да, он победил. Это полное соревнование. Блин, ну крутой ролик. И он тут хотя бы показал что-то такое интересное. Как он с другом соревнулся. То есть реально, его реальная жизнь. Как он проводит время в симулятор Томбеля 2. Ну, окей. Приколь. Приколь. Главный прикол этого видоса. Не смотреть видео, на которых там уже есть какое-то количество просмотров. Поэтому я вот открываю видосы, на которых нет абсолютно ничего. Вот тут один просмотр. Ну, то есть мой, который сейчас только что зашел. Он засчитался. И давайте глянем, что тут будет. Так. Тут даже немного слышно человека, кто снимает ролик. То есть он показывает тут тоже прокачку автомобиля. Первая прокачка это его. То есть он купился Тойоту GT86. И сейчас она его будет прокачивать. Прям. Довольно-то прикольно. То есть он тут разговаривает. Как бы комментирует все. Не молчит. То есть видос не просто там геймплей, как он катается. И иногда там какой-то комментарий вставляет. А полноценно говорит на протяжении всего ролика. Тут видос идет полчаса. То есть действительно он тут занимается прокачкой. Он катается и такой, надо переделать. Надо еще переделать. То есть человек действительно занимается машиной. И делает ее круче. То есть тут как-то тест-драйв. Хочет замутить. Прикольно. Прикольно. То есть он тут просто жестко фанится. То есть такой видос с жестким фаном. Какие-то баги он ловит. Стоит на месте. И потом он еще лазит на ютубе. А потом он наделал симулятор автомобиля двоем. Пошел чисто играть геометрию дашь. Вообще жестко. Жесткий ролик. Окей. Поставим лайк ему. Пускай на удачу будет. Вот так вот. Ооо. Следующий ролик. Нашел. Собственно говоря тоже ноль просмотров. Сейчас его открыл. Тут собственно говоря уже девять. Пока я тоже его открывал. На ютубе было написано ноль. Тут у нас девять. Но все же. Переделал М5Е60 в такси. В симулятор автомобиля два. То есть сами понимаете. Нулевой видос. В нем чувак должен переделать тачку под такси. Но единственное что у него. Она уже идет в желтом цвете. Поэтому как-то не честно. Была бы она в сером. Вообще было бы круто. Но. Мне прям интересно. Что он будет делать. Так вот. Ну в принципе комментирует. Он комментирует. На мне покрасочное. То есть да. Он тут прям общается. Показывает что он будет делать. Ну-ка. Мне интересно. Видос идет 13 минут. Получится ли у него сделать прям Яндекс.Такси. Давайте посмотрим. Пролюснем. Что это у него за странная клавиатура такая. Наверное какая-то картинка. Ладно. Окей. Давайте смотреть дальше. Вот так вот получается. Яндекс.Такси. Яндекс.Гоу. Вот так вот он то есть делает таксишку. Довольно таки прикольную. Но. Смотрится странно. Не похоже на Яндекс.Такси. Там были не квадраты. Там были другие. Вы можете найти фотографии машин Яндекса. Немножечко по другому выглядит такси. Но в принципе. В принципе похоже. Но можно было сделать просто. Немножко по другому. Чуть-чуть запариться. Чуть-чуть. Но он видимо не захотел. Но. Окей. Ладно. Пускай будет лайк. Начинающему каналу удачи. Картинка мне нравится. Забавная. Жалко. Тачки полностью не видно. Ну а так в целом. Довольно таки прикольно. Ну и последний ролик. Который я хочу глянуть. Это называется. Все услуги механика. Кола Джо. Кола Джо. И что мне интересно. Что там будет. Мне самому интересно. Я снимал по первую часть. Сейчас тебя по вторую буду снимать. Что подразумевается под понятием. Кстати потом. Попозже немного роликов опустить. Где-то через 2 часа может быть. Или через час. Угу. Все услуги механика. Можно прокачивать. Вот так. Мне кажется. Это должно относиться. К противополицейским. Угу. Я особо не понимаю. В чем заключается суть ролика. Все услуги механика. Это видимо. Ну я как понял. Это купить на тачку. Все что нужно. О. Как у него получился этот баг. У меня то не получался. Я просто с крутыми колесами сейчас гонять буду. Гляньте. Что у него получилось. Блин. Вот это круто. Вот это я понимаю. По идее. Это машина из первой части я сделал. Ну кстати да. Похоже. Максимально. Ой. Какие кайфовые колеса. Но жалко. Это баг. Который после перегрузки телефона уйдет. Ну я пробовал сделать его. У меня не получилось ничего. Сниму ролик, отредактирую и сразу пойду второй снимать. Кайф, 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 кайф. То есть в этом ролике я вам просто показал, что. Сделать. Как он использует все услуги. То есть покупает все что есть в каждом магазине. По тюнингу это все. Блин ну круто. А тонировка где? Ну это все по тюнингу. Если все услуги механика, то где тонировка? Если там вроде по тюнингу еще что-то есть. Но это на других машинах. А у меня этого нет. Ой-ой-ой. Тачку разбил. Ну вроде это видно. Блин ну прикольный ролик. Меня ну лайк за баг. Просто лайк. Лайк дебаг. Вот просто за него вообще красавчик. Круто получилось. Как по мне забавно. Забавно. Прикольно. Довольно таки смешно даже. Ну вот такой вот получился довольно таки прикольный ролик. Если вы захотите еще увидеть такую рубрику, где я смотрю видео с... Напомню вам, с нуля просмотрами, то обязательно подпишитесь на канал и поставьте лайк, чтобы поддержать мой канал. Тем более, если вы тут впервые, это очень сильно важно сделать. Ну собственно говоря, довольно таки круто. Поэтому кодовое слово в этом ролике, пускай будет нет просмотров. Все, кто напишет слово нет просмотров, обязательно попадет в мое новое следующее видео. Ну а с вами был Личи. И всем до скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok